всем привет и слава украине и так сегодня у нас воскресенье и традиционно с грузинской неделей всеми любимые знакомые вам приветствую очень рад привет всем привет здравствуйте и так что у нас на этой неделе но всегда берутся новости конечно последних дней это нормально то что было там понедельник-вторник если там не было что-то такого большого бабаха забывается заявление арестовича и введение санкции против членов семьи беден иванишвили начнем с заявления арестовича она несколько странная честно говоря потому что ну типа того наверняка его видел читал нет кстати я только хотел сказать расписаться своей несостоятельности не спросить а что он сказал я честно говоря он так много всего говорит что не всегда успевать арестович сказал следующее вот тогда я вот это очень хорошо это очень здорово потому что сейчас будет скажем так первозданная реакция арестович сказал следующее что украина будет проецировать свою силу на грузию поможет грузии обязательно поможет грузии освободиться поможет освободиться не только грузии но и армении и молдове у миллионов пацанов и девчат украинских которые получили боевой опыт будет прекрасная возможность сыграть стабилизирующую роль в мире в гуманитарных операциях и так далее и в общем-то украина конечно конечно же не оставит грузин в беде и спасет грузин слушай ну интересное очень заявление я на самом деле могу сказать что я очень на это надеюсь и надеюсь уже давно раньше чем об этом сказал арестович может быть мы терминологии можем путаться но или или не знать того каким будет применение этой реальное фактическое применение этой поддержки и этой пользы для нас но что украина станет решающим фактором и украина станет игроком который диктует многое в нашем регионе я на это очень очень рассчитываю после победы украины что нам придется ориентироваться и учитывать вот это влияние украины в регионе это влияние будет конечно же антироссийским построссийским и конечно же вот это наша тракиста маши закончится с победой чтобы наши зрители понимали влияние мягким местом у нас уже не получится ну естественно у нас не получится да и сейчас не получается быть открыто про российским несмотря на то что наше правительство сделала очевидно совершенно сделала ставку свое время и не уже не может от этой ставки видимо отказаться на то что россия эту войну выиграет хотя уже ясно даже ежу что эта ставка проигра проиграна но но не только ставить на россию не получится уже но и действовать с оглядкой на россию или вообще с оглядкой на кого бы то ни было поверх головы украины первая оглядка и первый ориентир будет украина потому что украина закончив эту войну предъявит такой счет всей европе должна предъявить и нам в регионе в первую очередь и заявит о таком влиянии которое она заслужила и сейчас продолжает зарабатывать на поле боя и я думаю что украина станет серьезнейшим игроком в европейской повестке в европейской политике уж совершенно точно украина станет номер один игроком в нашем регионе вытеснив с этой позиции россию и слава богу и слава в сру и дай бог чтобы это случилось поскорее так что я только рад буду очень понимаешь нормальные люди и настоящие патриоты и грузии действительно будут только очень рады на самом-то деле это когда говоришь о вытеснив очень интересно вроде бы это грузии не относится но тем не менее упомянем очень интересное событие произошло на прошлой неделе был формат j7 семерка ведущих лежат когда-то он был восьмеркой если бы в качестве скажем так реверанс президент был такой мультипатова вы тоже великая держава давайте это как нам очагу хотя не по экономике почему другому россия ну никак не подходила даже близко не стояла с этими странами потом на очень короткое время до пару месяцев на одно заседание буквально россию исключили из восьмерки это было в 2008 году но потом быстренько обернули что либо того ну с кем не бывает ошиблись а до недели впервые состоялась семерка плюс украина то есть украина фактически заняла место россии и я всегда говорю о том что украина обречена быть региональная держава еще до 2014 года даже обречена просто силу своей большей огромности огромная сторона привыкли к тому что соли с территорию с россией где там одна треть это вообще просто вечная международа а тут это огромная огромная страна с большим населением и в общем-то с достаточно серьезными дальше амбиции должны быть амбиции у украины не было но сейчас они даст бог появятся меня приголола наша реакция наших властей в частности это очень кстати очень показательное заявление что несмотря ни на что странно такие на такую разъемную позицию правительства грузи все равно вопреки всему будет дружить с украиной грузист все равно что вопреки всему будет дружить с украиной и поддерживать и вопреки всему вопреки кому вопреки бедене арестовичу правительству и так далее вот ты понимаешь в чем дело до этого такого не было а сейчас вот вопреки всему мы все равно будем дружить это говорит о том что они начинают что-то понимать ну и рады бригадзе наш министр обвинил арестовичем в незнании международного права принципов и так далее но арестович это вот то что шумец шум а гораздо более интересная новость это по поводу введения санкций против членов семьи Бедзина Иванишвили Украина ввела санкции и знаешь что я вот так сижу и думаю ну ведь не могли же они ввести санкции вот просто вот давай я введу против тебя санкции ведь какой-то материал значит соответственно у них есть доказательства что в итоге мы имеем я думаю что мы имеем очередной просто звоночек это кстати вот к вопросу о том какое будет каким будет влиянием Украины и как нам придется на него на это влияние оглядываться ориентироваться даже да это будет те счета которые Украина предъявит всем своим соседям вообще всей Европе ну в общем она потихоньку начинает это делать в числе этих счетов будут и вот такие счета в числе этих счетов победившая Украина будет предъявлять и нам вопросы претензии и говорит ребята а вот теперь нам раньше было не до этого да а вот теперь нам нужно учиться дружить на по-новому и на новых условиях учиться дружить без вот этого виляния хвостом и без вот этих людей которые этим хвостом виляли если вы хотите с нами дружить а мы будем вынуждены этого хотеть конечно же помимо того что мы этого хотим эмоционально мы как большинство жителей страны мы как государство будем обязаны этого хотеть даже если наше правительство не будет этого хотеть и соответственно к этому правительству к нашей верхушке я уже даже не знаю как ее назвать да коррумпированной верхушке я бы назвал олигархической но это такая карикатура пародия на олигархическую власть у нас один всего олигарх и дойдет конечно момент и до того что этому единственному олигарху единственному владельцу нашей власти и спонсору Украина точно так же предъявит вот этот счет а вместе с ним предъявит его и нам скажет ребята а вы вот пожалуйста определитесь мы с вами готовы дружить но вот без этих людей которые в свое время повели себя вот так и вот так и вот так во время войны они оказались коллаборантами и нас своих союзников своих главных союзников не поддержали нам не понадобилась их поддержка мы обошлись и без нее мы своего добились мы войну выиграли мы свои территории вернули мы разбили главную угрозу европейской безопасности вообще и вот теперь гарант этой безопасности гарант стабильности в регионе это мы и давайте-ка вот теперь решайте как вы хотите с нами дружить если вы хотите с нами дружить виляя хвостом по-прежнему на своих условиях этого не получится я надеюсь что так будет что так так именно жестко поставят вопрос Украина если вы хотите действительно дружить так как как мы верим что этого хочет грузинский народ да пожалуйста пускай только тогда грузинский народ сделает свой выбор и избавится от тех людей которые у нас под самицами то есть они для нас неприемлемые они для нас нерукопожатные эти люди этот список будет увеличиваться и этот список будет распространяться и на другие страны по мере того как приближаться будет победа Украины по мере этого эти люди будут попадать после украинского во все остальные списки санкционные тоже и более того то что ты говоришь что их какая-то доказательная база того что они в этих списках быть должны она конечно же существует я убежден абсолютно что она не только украинская естественно естественно Украина не делает таких шагов даже сейчас в условиях войны просто бухты-барахты на эмоции конечно там существует определенная доказательная база и конечно же она распространяется на гораздо большее количество людей чем попали сейчас в списки это очередной звонок очередной предупредительный выстрел который может быть может быть наша власть все-таки в конце концов когда она уже будет совсем приперта к стенке да когда уже все звонки прозвучат вот тогда может быть она осознает и начнет вилять хвостом в другую сторону уже и пытаться просто потому что начнет пытаться спасать себя это тоже вариант это вариант более чем живой скорее всего так оно и будет и тогда уже какими будут условия капитуляции нашей власти это уже будет оценивать Украина насколько она будет готова закрыть глаза на вот эти прошлые грехи нашей власти и начать с чистого листа я надеюсь что начнется с чистого листа придется без уже этих людей которые в санкционные списки попали и продолжат попадать но даже если при них то конечно это будет с позицией силы конечно это будет на условиях Украины и конечно нашим придется будучи припертанными к стенке придется говорить ой простите не знала не подумала я не я лошадь не моя и так далее они это будут делать как-то ясно сейчас пока они ощетиниваются у них еще пока стадия неприятия но их накроет конечно стадия осознания того что им уже Карачун и это будет произойдет раньше чем они думают да я тоже думаю что это произойдет раньше чем они думают кстати адвокат Учима Масашвили небезызвестного дворного брата Ивани Швили заявил о том что ну никаких правовых оснований нет ну никаких доказательств нет ну просто-напросто я не знаю я не видел есть знаешь как дело как у Булгакова да не нужны никакие доказательства просто говорю вам он существовал и все так же и понимаешь если если они уже прибегают к этим формулировкам это значит что они ищут отходные пути конечно им придется это делать потому что сейчас сидит Масашвили или кто-то еще кто попал на эти санкционные списки и думает а что дальше это ведь только начало а дальше санкционные без соединенных штатов ну и куда тогда он в Ростов билет будет покупать пожалуйста я лично куплю им билет и всей семье Иванишвили на паром или не знаю на что надую лично им надувной матрас чтобы они поплыли в Краснодарский край ну вот смотри при всем при этом у них один и тот же аргумент Кобахидзе куда же без него это вот такой у нас есть персонаж для тех кто не в курсе кто такой Ракли Кобахидзе это председатель партии Грузинская мечта почему-то у него большие волосы всегда почему-то растрепанные я не знаю почему но мода наверное такая молодой относительно человек младше меня наверное твоего возраста он где-то может быть даже может быть даже младше и тебя но они не могут заставить Безыновой Иванишвили а вернуться в политику б чтобы втянуть нас в войну это невозможно они не знают Безыновой Иванишвили ну во-первых сразу же знак вопроса а извините я очень сильно прошу прощения зачем Украине заставлять Безыновой Иванишвили возвращаться в политику когда он уже в политике и так и так но даже если так формально возвращаться зачем Украине нужно чтобы Безыновой Иванишвили возвращался в политику это раз и во-вторых вот ума не приложу зачем Украине сегодня нужно второй вот они постоянно говорят про второй фронт правда кто-то там ляпнул про второй фронт в свое время в Украине но это было давно неправда и это вот ляпнул знаешь как мы были в списке Молдова Грузия Азербайджан должны были бы открыть второй фронт понимаешь вот типа этого вот они за это зацепились логически ты можешь вообще построить какую-нибудь логическую конструкцию когда Украине вот так вот нужно втянуть Грузию в войну с Россией да просто украинское правительство ночей не спит и думает как вернуть Безыновой Иванишвили в политику а Грузию в войну конечно естественно ну они просто ну Пабахидзе как обычно как попка повторяет какие-то мантры которые ему спущены сверху разнарядкой и просто читает одну и ту же методичку повторяет одну и ту же чепуху бесконечно ну его не в Грузии и тем более за пределами Грузии уже давно никто не слышит и серьезно не воспринимает это просто говорящая голова которая отведена вот такая роль во-первых две роли если точнее озвучивать самые нелепые но возможные глупости которые планирует наша власть и смотреть как на это будут реагировать внутри Грузии плюс озвучивать вот эти мантры которые повторяй тысячу раз халва и может быть тогда во рту станет сладко во рту уже не станет сладко если на каком-то этапе при слове халва или при слове второй при словах второй фронт у кого-то во рту становилось либо сладко либо горько на мгновение но потом понимая что как это обычно и бывает если ты действительно подумаешь и произнесешь халва несколько раз первый раз и голоду на тебе хочется сладкого на какое-то мгновение у тебя будет струнное отделение и тебе покажется что вот она эта сладость где-то рядом но потом когда ты понимаешь что во рту никакой халвы не оказывается то повторять бесконечно халва 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 абсолютно бессмысленно ты уже становишься и понимаешь что ты выглядишь идиотом прежде всего в зеркале так же и здесь он повторил раз повторил два но когда он повторил сто два раза или тысячу два раза уже все давно просто перестали это воспринимать всерьез как впрочем и девяносто девять и девять процентов того что эта говорящая голова говорит в лучшем случае над этим смеются может быть ему и эта роль отведена кстати говоря и для этого в том числе как громоотвод такой пусть смеются но то что всерьез это никем не воспринимается ну это правда но я все жду что он начнет просто включит совсем уж генератор рандомных слов и фраз и будет говорить обырвалк и пивная еще парочку вот я думаю это не загорали нет ты знаешь что я всегда говорил о том что у Иванишвили очень хороший бэк офис и правда у него очень хороший бэк офис я знаю кто там но я как минимум надеюсь что они нас смотрят должны смотреть вот эти ребята должны смотреть в отличие от правительства и так далее и того роду те ребята которые в бэк офисе они должны смотреть и они смотрят если они смотрят то это не профессионализм Ну, хорошо, все знают, что смотрят. Ну, ты знаешь, у этих ребят сейчас кризис жанра получается. Потому что усиливать тему открытия второго фронта из-за того, что вводятся санкции против конкретно этих людей, и из-за того, что Арестович сказал, что, ребят, мы вам поможем, успокойтесь. Ну, это означает, что невозможно придумать ничего другого. Они бы могли вообще не слушать и не реагировать на то, что говорит Арестович. В конце концов, с точки зрения политической, с точки зрения официальной, Арестович никто. Это просто, ну, грубо говоря, блогер, который мало ли таких, который что-то там говорит. Если он начнет говорить про третий фронт или про то, что космический корабль «Звезда смерть» атаковать завтра, «Кремля», он может делать все, что угодно. Но это совершенно не означает того, что официальные лица в какой-либо стране, в том числе в Грузии, официальные министры, председатели парламента, председатели правящей партии и так далее, что они должны на это реагировать. Если они начнут реагировать на каждое высказывание каждого блогера или эксперта в интернете, ну, тогда просто может действительно Кубахидзе уже выйти на трибуну с телефоном и под каждой новостью в Твиттере скроллить комментарии и, кстати говоря, многое про себя узнать. Интересно. Ну, это примерно то же самое. Это просто несерьезно. А то, что у их политтехнологов кризис Жанга, это ты совершенно точно подметил и правильно. Они сейчас, я думаю, вообще, как бы это цинично не звучало и позорно для них, они сейчас молятся на то, чтобы были какие-то успехи у России, были какие-то неудачи у Украины. Иначе им этот нарратив бесконечно, по мере того, как будут успехи продолжаться в Украине, им будет все труднее и труднее рассказывать про второй фронт, про то, какая сложная ситуация, про то, как Грузию ни в коем случае нельзя втянуть войну. А вот представьте себе, что война на пороге концовки, то есть она закончится буквально завтра. Что ясно это абсолютно всем, что Россия разгромлена. К примеру, а тогда не должна Грузия в победную коалицию вступить в войну? Неужели они тогда перевернут пластинку и начнут говорить, что мы должны вступить в войну? Вот наступил день, когда мы должны и обязаны. Потому что тогда, если сейчас они оправдывают это якобы не открытие второго фронта, и не вступление в войну и не помощь Украине тем, что это слишком опасно для Грузии, то тогда слишком опасно для Грузии будет не вступать, не помогать Украине уже. И им это все труднее будет объяснять своему электорату, когда Россия будет уже закончена. И тогда мы с какой целью вообще вот этот нейтралитет в пользу кого мы его сохраняем? И это будет непонятно, это будет странно, и это будет выглядеть абсолютно пораженческой тактикой, которая это и является. Просто может быть не для всех это очевидно. Тогда уже будет очевидно для всех. Поэтому у них сейчас действительно кризис жанра, и они думают, а что мы будем придумывать дальше? Потому что сейчас... На самом деле я думаю, я все-таки хочу их... Ребята, правда, талантливые, я хочу их немного даже не отмазать, я хочу просто объяснить их то, что у них кризис жанра. Кризис жанра зависит же и от самого жанра. То есть в тех рамках, в которых их ставит Бедзина, им очень трудно найти какую-нибудь другую альтернативу. Хотя, если подумать, можно было бы... А насчет Орестовича Копчат еще когда сказал, как только министр, или там депутат парламента, тем более парламентский начальник, начинает отвечать Орестовичу, Орестович уже победил. Не важно, что он ответит. Он уже победил. Все. Поэтому, ну, как бы... Это прекрасно. Для него это просто огромный багаж. Я разговариваю с министрами стран. Они слушают, смотрят мой блог и отвечают мне. Хотя я даже об этом не прошу. Так что он молодец. Ну да, человек на своем месте. В общем-то, он в плане проведения ИПСО, информационно-психологических специальных операций, он... А за время войны он вообще еще и отточил свое мастерство. Так что... Ну, шикарно с нами, да, повеление шикарно. Значит, если мы дальше пойдем, на этой неделе возобновились и сразу же закрылись Женевские переговоры. Честно говоря, я надеялся, что их больше не будет. Женевские переговоры, я скажу нашим зрителям, что это такой Женевский формат. Это США, ЕС, Россия, Грузия. И неофициально на представных стульчиках, тем не менее, там присутствует Абхазия и так называемая Южная Осетия. Само по себе формат возник в 2008 году. Формат мне всегда не нравится, честно говоря. Потому что это формат, где не может быть достигнуто ничего, от слова совсем. Но где может зато... Могут зацепляться зато элементарно. Они на представных стульчиках сначала завели туда Абхазов и Юга Осетии. А сейчас, типа того, мы тоже участвуем в переговорах. Закончился он, конечно же... Ну, закончился прежде всего потому, что стороны Россия и вот эти... Недопризнанные, они, значит, отказались обсуждать тему Атхазови, тему Татулашови, т.е. тему убийств. Мирного населения Грузинского там. Ну, честно говоря, мне новость сама по себе не понравилась, что возобновился. У тебя какая была реакция на это? Я согласен с тобой, что это абсолютно бессмысленный формат по одной простой причине. Любой формат, в котором присутствует Россия, это формат мертворожденный. Бессмысленно вести переговоры. Не существует самого технически, самого процесса переговоров, потому что Россия ни о чем не переговаривает. Она в лучшем случае слушает тебя и пропускает мимо ушей, не идет никогда ни на какие уступки, ни каких захваченных территорий освобождать не собирается. Этого не понимают ни Абхазы, ни Осетины, что для них это тоже абсолютно мертворожденный формат. И что пока существует в этом формате Россия, это просто замороженный конфликт, который временно поставлен на паузу. И как только Россия ослабеет или перестанет существовать, на что я очень надеюсь, государство Российская Федерация в нынешнем его виде и формате. То есть, тут же переговоры в лучшем случае станут прямыми. То есть, прямыми переговорами станут между Грузией и, например, сепаратистским абхазским правительством. И это будут совсем другие переговоры. Внутренние. Совсем другие. Грузии, может быть, не понадобится вообще никакой посредник. Грузия может сказать, нам не нужен посредник, мы требуем вернуть. Я прошу прощения, не может быть, а Грузии не нужен посредник на своей территории, чтобы решать вопрос. Конечно. Если есть посредник, то уже мы признаем какую-то спорность территории и так далее. Не нужны никакие посредники? Конечно, нет. Конечно, нет. Да, да, да. И это будет ситуация простая и для нынешних сепаратистских властей, думаю, печальная. Но инвестируя так долго в собственный формат failed state, ты рано или поздно придешь к тому, что ты просто будешь сам себя умножишь на ноль. То есть к тому моменту, когда Россия из этих форматов будет стерта, из любых переговорных форматов, к этому моменту уже, по сути, переговоры-то будет не с кем вести. Потому что то, что то псевдо-квази-государственное образование, ну я сейчас совсем молчу про Самачабу и Южную Осетию, это совсем смешно. Ну хотя бы Абхазия, да, которая около 30 лет, скоро, в следующем году будет 30 лет, да, как Абхазия пытается создать и выстроить какой-то формат независимости, какой-то формат государственности, кем-то частично признанный и так далее. Все это полный провал. Всего этого не получилось. То есть это абсолютный ноль. Абхазия на протяжении всех этих 30 лет добилась только одного, что она стирается и уничтожается как этнос, как то государственное образование, которым она была, по крайней мере, в составе Грузии, да, в составе, в качестве автономной республики. Даже этого уже нет. И даже того ядра, которое может составлять, в том числе даже, если угодно, национальное государство, да, государство маленькое, но в котором существует, допустим, какой-то доминирующий этнос, да, главный, титульная нация, если угодно, да. Даже этого не получилось. Потому что сама, сам этнос занимается самогеноцидом на протяжении 30 лет. Сам этнос, даже то, что имел к тому моменту, когда он стал добиваться якобы независимости, да, растерял даже то, что было до этого, на тот момент. Абхазия не может существовать уже как отдельной административной единицы, отдельного государственного образования по целому ряду причин. В Абхазии нет ядра этнического, которая разъехалась, развалилась по разным странам. Абхазия не может сама себя обеспечивать, управлять, работать и сколько-нибудь нормальную работу обеспечить каких-либо институций внутри даже этой крошечной республики. У Абхазии нет государственного языка, у Абхазии нет валюты, у Абхазии нет армии, у Абхазии нет ничего абсолютно, хотя бы в миниатюре созданного и отточенного для того, чтобы говорить, что мы вот, вот мы хотели этого, мы пускай в миниатюре, пускай в изоляции, но мы построили. Мы создали то, что нам нравится. Ничего этого нет. Единственное, что есть, это Россия, которая обеспечивает все, в том числе и обеспечивает вот такой непонятный, неясный, невнятный статус Абхазии. Просто статус атакого заложника, такого крепостного, такое подворье с крепостными, где-то там, на задворках, и их можно, этих крепостных, использовать, я не знаю, в каких-то играх с соседями, с какими-то еще графьями и князьями по-соседству. Не важно, кто это, да, будет Грузия, будет Украина, будет Турция, кто угодно, ну как-то вы, как какую-то разменную монету, хотите, подарим вам крепостного или крепостных, хотите, не хотите, нет, наоборот, натравим на вас, чтобы они подожгли сарай у вас ночью. Но самих крепостных никто не спрашивает вообще. И вот в них, вот в это превратилась Абхазия, и этого они не понимают, а самое главное, что они не понимают, что их ждет, когда барин сдохнет. А с барином этим уже никто не собирается вести переговоры, я надеюсь, вдруг открылись окончательно глаза у всех стран просвещенных в мире, и уже никаких перезагрузок не будет. Уже все. А вот как у Давлатова компромисс, да, дружище, ты должен же быть компромисс. Ты знаешь, что такое компромисс? Знаю. Компромисс – это если он приползет на коленях, скажет, что признает свою вину, скажет, что он больше никогда так не будет делать, и тогда я, может быть, его прощу. Вот что такое компромисс. Вот к такому компромиссу стремительно летит Россия, а все эти сателлиты, которых она как-то там поддерживала, на плаву обеспечивала, на кого она поддерживала? Абхазию, Абхазов? Нет. Маленькую какую-то элиту, какую-то кучку людей, которая исчисляется, не знаю, даже не десятками тысяч, даже не тысячами, а сотнями. Сколько это? Сотня семей на всю Абхазию, которая имеет доступ к этой кормушке, и которая вот в виде этого свадебного генерала сидит там и надувает счет. Вот это вся... Дербанили они этот бюджет общий, причем большая часть, скорее всего, оставалась в Москве, который выделялся Абхазией. Ну, сейчас у них, правда, еще там спецсунда, и там, ну, наверное, на берегу, на бережку там какие-то, какую-то собственность отжать, чего-то приезжать. Ну, это такие мелкие вопросы, а вот вопросы покрупнее. Европейский Союз наконец-то признал нелегитимность российских паспортов, выданных в Абхазии и в так называемой Южной Осетии. То есть, по ним сейчас ехать никуда нельзя, никуда не пропустят, и так далее, и тому подобное. И США тоже, кстати, и большого стран мира. В итоге поднялся вой. Причем я слушаю радио обычно, ну, подкасты. И вот сегодня, когда я слушал этот подкаст, ну, ладно, там, и на Ларзенбах, что-то там втирает, типа того, нарушение прав человека, а так. Опрос на улицах Сенвалия и в Сухуме. Нарушаются права человека. Дискриминационная политика по отношению к малым, маленьким, обижаемым всеми абхазским, российским народам. Там было до того, что, как под Кабирку говорили, причем видно было, что просто так, выборка такая. Это же, говорит, Грузия на нас напала. Это Грузия-агрессор. Мы, говорит, сражались за свою свободу, а Грузия-агрессор. Так какие двойные стандарты? Двойные стандарты у Запада. То есть, уже говорят о двойных стандартах. То есть, Грузия в роли России, а Абхазия в роли Украины, как-то получается. Забавно, забавно. Причудливо тратуются колоды. Ты понимаешь, что... Я бы им сказал, задал вопрос, а при чем тут притеснение абхазского народа? Притесняется в данной ситуации народ российский. Паспорта-то российские. Поэтому, о чем мы вообще говорим? Никто не притесняет обладателей абхазских паспортов за неимением таковых. Не существует какого-то... А вы не имеете какого-то паспорта? Я знаю, у меня у самого был такой когда-то. Он на бланке старого советского загранпаспорта был. Это тоже смешно. Но вы, поскольку не признаны ни одним государством, ну, за исключением, понятно, Никарагуа и Науру, там, или кто еще, да? Науру уже тоже нет. Науру уже передумали, да. Ну, есть, Сирии и Венесуэлла, крупная страна Сирии и Венесуэлла. Прекрасные примеры, да. Но, в целом, в целом, поскольку вы никем не признаны, вы не существуете как государство, то разговор о речи вообще не идет о ваших паспортах за неимением таковых. А про притеснение, ну, нигде же не сказано там, что абхазы по национальности не будут выпускаться в Европу или куда-то. Они все отсюда выпускаются, пожалуйста, и к нам впускаются. Кто ж против-то? Приезжайте, получайте положенный вам грузинский паспорт и вперед, и вам даже виза не понадобится. Езжайте куда хотите. А на данный момент ограничения вводятся для граждан России, извините, на оккупированных Россией территориях, получающих паспорта. Так что, извините, не получится и рыбку съесть, и на елку влезть. Одно из двух. Лучше никого не другого. Лучше начать с нуля и начать нормальный человеческий диалог и начать его с соблюдения принципов хотя бы логики. Хотя бы элементарной логики. Верните мирных жителей на свои места, и с этого начнется разговор. А как вернуть? Как они вернут? Ты что, верните мирных жителей, это означает... Ты знаешь, в чем дело, все разговоры с абхазской стороной, как только начинаются разговоры о мирных жителях, они говорят, а квартиры, а дома? Нет, стрелять будем! И ты понимаешь, и на этом фоне, на этом фоне нашей политики, только мирным путем. Исключительно мирным. Мы в Европу идем, мы только миром. Ни в коем случае силу нельзя применять. Подожди, тебе говорят, что если твои граждане приедут в свои дома, в них будут стрелять. А ты говоришь, только мирным путем. Вот у тебя нет немного несоответствия между этими двумя... Конечно, есть. Я вообще крайне недоволен даже вот этой вот плакатной политикой Грузии по отношению к оккупированным регионам, по отношению, в частности, к Абхазии. На протяжении долгих лет эта политика продолжается. Это просто сотрясание воздуха и непонимание сути проблемы. Они думают, что эта проблема исчезнет сама собой, если не будет Россия. Даже прогрессивная. Они не исчезнут. Они будут слезу пускать дальше. Когда они сейчас по поводу паспортов слезу пускают, они будут слезу пускать. И до тех пор, пока мне скажут, что, ребята, или вы будете гражданами Грузии, или вы будете жить там как лица без гражданства. Мы вас не выгоним. Но вы будете жить как лица без гражданства. И придется признать эту власть. Или вы будете жить в России. Вы же так хотели российские паспорта, российские пенсии, российское финансирование. Вы вот опасаетесь своих желаний. Вот Россия, наконец, наступила окончательно. Или почти окончательно. Они даже не понимают того, что тот сценарий, который мы сейчас с тобой проговариваем, это положительный сценарий для них. Через, может быть, через потрясения определенные, да, квартиры придется возвращать. Да, придется договариваться. Да, придется кого-то сажать за военные преступления. Да, придется мириться и со скандалами, драками и так далее, и так далее. Но потом этот период потрясений пройдет, и начнется период быстрого, достаточно быстрого роста. И потому что, наконец-то, абхазы получат те возможности, которых они были лишены на протяжении 30 лет. И они поймут, что, слушайте, а как бы, ну, европеизация, да, пускай даже в том не вполне достаточном формате, в котором мы ее имеем сейчас в Грузии, да, но тем не менее, да, сейчас у нас период регресса, это очевидно. Но тем не менее, в целом, да, процесс европеизации, он дает возможности и развитие страны, развитие региона, развитие городов, развитие институтов в них. Тот уровень развития, которого мы были лишены, то есть он был мулевым в Абхазии. Абхазия развилась до того, что Абхазия, ну, в абхазском парламенте не говорят на абхазском языке, и в Абхазии нет ничего своего. А еще один сценарий, который вполне возможен, если все-таки России и Путину дадут какие-то, пойдут на какие-то уступки, да, это же тоже нельзя исключать. Дадут откатить назад, оформиться в каком-то, до следующего, до следующей попытки оформить, ну, как это было, в общем, во время перезагрузки и после войны 2008 года. Тогда поверили, что давайте мы дадим им что-то, ну, вот они же почти вывели войска, ну, туда не вывелись оккупированных территорий, ну, обдвелись и же отвели войска. Ну, давайте вот на этом сойдемся, не будем же мы из-за Грузии воевать с Россией. И какой-то формат уступок, если придумают и найдут сегодня, да, это тоже будет во многом зависеть от Украины. Но, если мы представим, что, например, еще два года продлится эта война, что в Америке придут власти республиканцы во главе с Трампом, которые будут максимально, политика которых будет по отношению к Украине, по помощи Украине, будет максимально отличаться от той, что сейчас у администрации Байдена. В Европе придут новые лидеры к власти, ну, у нас там 45 или сколько процентов Марин Лепен взяла на прошлых выборах во Франции, а следующая она просто выиграет. Добавьте сюда зеленых в Германии, добавьте сюда Венгрию и так далее, и так далее, и так далее. Не, 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 давай не путать. Зеленая в Германии, Марин Лепен во Франции, это все уже ярко выраженные антипутинские силы. И Джорджа Мелони на этой неделе доказала это, когда то ли Путин прислал Берлускони в воздух, то ли Берлускони послал Путину. Ну, в общем-то, Мелони, такая сестра Италии, крайне правая, радикально правая, она посоветовала Берлускони эту водку, ну, она культурнее сказала. Ну, в общем, понятно, да, поэтому там без варьетов, но откатить могут дать, могут дать сказать, ну, ладно, пускай будут они в своих границах, там, в своих границах они могут не уйти из Абхазии. И тогда, мы уже с тобой это обсуждали, тогда Абхазия превратится в дачный поселок для тех людей, которые лишились своих бил на озере Куб. Да, причем, знаешь, интересно, интересно то, что тогда русские уже не будут обременены международным правом, тем более по отношению к Абхазии, абсолютно, то есть уже все, они будут под санкциями, даже если им будут откатить, они будут под санкциями. Конечно, конечно. Поэтому тут, однозначно, это все хорошо, но знаешь, о чем я еще подумал? Я подумал о том, что вот сейчас вот, принимая все меры, стараются убежать, отбежать, вырваться из этого чумного барака, даже те, которые там сидели, у которых было там свое почетное место в этом чумном бараке, УДКБ, ЕС и так далее. А мы как-то топчемся в этом предбаннике, этого российского чумного барака, и не понимаем, что двери закрываются, надо быстрее выбегать оттуда. Я объясню, почему мы уже в чумном бараке. С начала этого года Грузия увеличила товарооборот с Россией в полтора раза. То есть, смотри, импорт, импорт на 73% из России. Нефть, нефтепродукты 4,5 раза на самом-то деле. И вот смотри, я не понял, что нам перестали продавать нефть и нефтепродукты тот же Азербайджан, та же Румыния перестала продавать их, нефтепродукты там, Румпетру. С какого перепугу начинались мы? И в итоге получается, что мы уже в этом чумном бараке. У нас в Конституции записано, мы никогда не пойдем в чумной барак. Это то же самое, что курс на евроинтеграцию, это тоже вольный перевод с грузинского. Но вот это же уже бы там выходит. Это еще одно очередное подтверждение того, что мотивация... Я все время возвращаюсь к этому, говорю, что речь не о том, плохая власть или хорошая. Не о том, хороший Бензин Иванишвили и плохой Миша Саакашвили или наоборот. Мне совершенно может не нравиться ни тот, ни другой, ни физически отвратителен, может быть, кто-то там, я не знаю, от Кубахидзе до самого ярого его оппонента. Но мне важна мотивация политиков в моей стране. Мне важна мотивация правящей власти, а не то хороший он или плохой. Наверняка он наломает дров, наверняка он наделает ошибок и наверняка он что-то там так же параллельно, намеренно или случайно сделает хорошее. Но мотивация главная, если у предыдущей власти при всех ее минусах, главной мотивацией все же оставалось развитие Грузии, становление Грузии как независимого современного европейского государства. Может быть, много было сделано так же параллельно, много было сделано ошибок и много было сделано проступков, за которые многих надо судить. Но главной мотивацией генеральной линии оставалось это, мы должны вступить в Евросоюз, мы должны вступить в НАТО, мы должны развивать государственные демократические институты в стране, мы должны развивать экономику, мы должны двигаться в сторону максимально далеко, в сторону от чумного барака. Бежать от него, бежать от него туда, где нам помогут, где наши друзья, где нормальные разумные союзники, с которыми можно договариваться, вести диалог, есть смысл вести диалог. И эта генеральная линия, по крайней мере, выдерживалась. И если бы она выдерживалась сегодня, эта главная линия, да, мне было бы совершенно наплевать на то, какой придурочный, извините, Коба Хидзе. Ну, не будет Коба Хидзе, будет кто-то другой. Ничего, проголосуем на следующих выборах, и будет какой-нибудь другой у нас председатель парламента, ничего страшного. Может быть, лучшего мы пока и не заслуживаем. Но мы заслуживаем лучшей генеральной линии в сравнении с той, которая у нас есть сейчас. А сейчас у нас какая генеральная линия? Олигархическая власть, которая озабочена только одним, мотивация только одна. Сохранение этой самой власти для себя с целью собственного обогащения. Вот отсюда и товарооборот с Россией возвращает. Им это выгодно. Стриктный бизнес. Ничего личного. А для нас это очень личное. Для них нет. Им все равно. Они придумают, куда деться. Даже худучи под санкциями. Обратите внимание, значит, для них есть какие-то важные в этом краеугольные моменты, раз Бедина Иванишвили, даже теряя уже... Ну, он, может быть, верит, что он разморозит эти деньги. Это очень интересно тоже. Видимо, богатый человек не всегда умный. И тут ему прямым текстом и понятным языком, понятным ему языком намекают, что, дядя, мы у тебя заморозили почти миллиард, заморозим еще. Да, у тебя их всего пять. Но если один из них уже заморозили, то не пора ли задуматься о том, что могут заморозить и второй, и третий, и четвертый? Если у тебя нескольких членов семьи включили в санкционные списки Украины, пока не пора ли задуматься о том, что они могут попасть и в другие санкционные списки, а дальше и ты сам следом за ними, и поедет твой замечательный богатенький псевдо-рэпер-сын из лесов Бразилии в леса Кхалтубу, которую ты только купил. Он, возможно, может быть, тебя это устраивает, а вот его не факт. Он хочет путешествовать по миру, он хочет иметь квартиру на Манхэттене и в Рио-де-Жанейро, и где-то еще, и в Париже. Но, как видно, как видно, не хватает им почему-то разумения, не хватает ума понять, что ситуация развивается. У них параллельно одна ситуация развивается, та ситуация, где они зарабатывают деньги, торгуя с Россией, но параллельно они почему-то думают, что они смогут избежать тех рисков, на которые им совершенно явственно уже намекнули и намекнули не раз. Они, как тот герой Леонова, который рассказывал, точнее, про кого, про дядюшку своего рассказывал, при нем тушили жену его и родную, единственную. Он вставил. А он говорил, дорогая, потерпи, может, обойдется. Вот они так же, они сейчас друг другу говорят, потерпим, может, обойдется. И смотрят, я не знаю, каждый день открывают новости и думают, но, может быть, все-таки у Путина есть какие-то успехи на фронте, а у Путина успехов на фронте нет и не предвидится. Так что пора им переобуться, переодеться, перекраситься и сказать, простите, я все понял. Все, теперь... И на самом-то деле будет не поздно, если они даже сегодня же это сделают. Всех все устроит прекрасно. Потому что кому какое дело, хороший Кубахидзе и Ванишвиле у власти в Грузии или плохой, важно то, что они делают. Если они переобуются, весь мир это примет. И мы тоже внутри примем совершенно спокойно, потому что нам тоже, по большому счету, наплевать. Хороший он в душе или мерзавец. Нам важно, как это влияет на нашу жизнь. Мы сейчас тоже этого не замечаем, не понимаем вот этот весь возросший товарооборот с Россией, каким боком нам выйдет. Мы этого не понимаем, потому что у нас после ковида, после всех этих ужасов, после того, как наша экономика обнулилась, вот сейчас у нас подъем идет стремительный, и мы такие выдохнули, думаем, ух, ну вот хорошо, ладно, и успокоимся. А на самом-то деле это затишье перед бурей, потому что все то, что происходит сейчас, подача нашего руководства, все нам выйдет боком. Надо об этом тоже думать. Я думаю, они задумаются, ну просто, видимо, еще, еще жутче должна быть ситуация, угроза для них, чтобы они наконец-то зазнали, пока у них стадия неприятия. Ничего, все поймут, все примут. Будем посмотреть, я тоже на это надеюсь, потому что, ну, так или иначе, жизнь, она расставляет все по своим местам, и расставит и это. Сказать, сегодня у нас, как обычно по воскресеньям, большой футбольный вечер. В 19.30 Зура комментирует матч Шмору Дон Хэмхоспора с Нью-Каслом и Насетанте, поэтому всех поклонников этой грани таланта Зуры мы приглашаем на это. Ну а дальше в 11 часов вечера я уже буду разрываться между моей Барселоной, которая играет с атлетиком Бильбао, и Рома-Наполе, вернее, в Риме игра. Рома-Наполе с Кварой. Вся Грузия будет сегодня сидеть, смотреть, болеть, кричать. Могу только представить, что сегодня вечером будет в Риме против Ромы. Кстати, Жозе Маурини, главный тренер Ромы, когда его спросили, а как он собирается останавливать Хвичу в городе Хелли, он сказал, «Ну я с бровки подкрадусь и в однушку ему сделаю». Другого варианта нет. Другого варианта нет. Ну что ж, удачи нашим, болеем за наших. Огромное спасибо, Сур, за очень интересную беседу. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Это пожарная команда. Меня тут рядом, не удивляйтесь, вы должны мне к этому... Санитары давно, но, к сожалению, это пожарная команда. Я скажу так, я не понимаю, зачем они включают на такую мощность и ночью, и днем. Ночью-то я сплю, меня это не беспокоит. Во время записи кто-то даже написал, у Гелы там то ли полиция рядом, то ли кого-то ловят. А то ли, говорит, скорая рядом, то ли кого-то ловят. Ну, не угадал пожарная команда, что... Спасибо, Сур. И до встречи на следующей неделе. Огромное спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Ну, а мы верим в СССР и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Гелорус, зашли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok